Этот дом уже пенсионер среди многоэтажек. Капитально. За крышу здесь не брались ни разу до 2022 года. Что дело было худо, видно по облупившимся стенам фасада. И не только. Мы здесь живем с 63-го года. 60 лет будет в этом году. Было раньше все хорошо. Потом начались проблемы. Начались промочки, протечки. А вот здесь не видно. Самая большая протечка была, сорвала вот эту воронку. И стекло с первого этажа, ой, с четвертого этажа до первого. У меня в маленькой комнате весь потолок. Страх господин. Стоит ли объяснять, с каким нетерпением собственники ждали здесь ремонта крыши. Капитальный ремонт дошел до четырехэтажки в декабре. Ремонт крыши по адресу Фрунзе 21 проходил в течение двух месяцев. Буквально на прошлой неделе наша съемочная группа проверяла ход работ. Ну а сегодня уже проходит приемка работы. И мы узнаем, есть ли какие-то недочеты, которые, возможно, допустила подрядная организация. За время ремонта подрядчик демонтировал и утилизировал старое покрытие, обрешетку и частично заменил стропилы, которые потеряли несущую способность. Поменял шифер на профнастил и провел монтаж вентиляционных решеток на слуховых окнах. Фонд капремонта вышел с приемкой на объект. Специалисты осмотрели все снаружи и под кровлей на чердаке. Остались довольны. Крыша готова и совпадает с исполнительной схемой, которую представил нам строительный контроль. Все четко сделано. Молодцы. Один недочет, на который здесь обратили внимание – большой слой снега, который к приемке надо было убрать. Так что пока управляющая компания работы не приняла. Знаете, если выше 30 сантиметров, надо почистить и сдать управляющей компании в надлежащем образе. Окей. Инженеры управляющих организаций вместе с представителями фонда выходят на приемку объекта. Говорят, насколько добротно все сделано, покажет оттепель. Может попасть лед при монтаже где-то между листами. Может быть, где-то пропустили, не очень качественно закрепили. Может быть, где-то резиночки ослабли или их не очень тщательно затянули. Вот это может проявиться. Стоимость работ на этом доме составила почти 3 миллиона рублей. Крыша находится на гарантии в течение 5 лет. Многое зависит от дома управления, как будут содержать отремонтированную крышу. Подрядчик говорит, часто находят мусор, который годами живет на крыше. Отопительную систему в плохом состоянии. Все кровли, естественно, которые в ремонте в ужасном состоянии, можно сказать, какие-то в аварийном находятся уже после вот этих вот глобальных осадков, просто нагрузку не выдерживает и уже стропильной конструкции ломается. Этот же подрядчик «Стройторг» сейчас занимается ремонтами около десятка крыш, в том числе и здесь, на улице Кирякиных, 20. Слова представителей подрядной организации подтверждают и жалобы жителей дома, которые обращаются при нас к управляющей компанией номер 2. У нас на чердаке проходят тепловые трубы. Идет у нас же подача сверху вниз. Лежаки. Да. Они у нас. Не все изолированы. Пожалуйста, сделайте изоляцию этих труб. Потому что мы, получается, деньги у нас на ветер уходят. Работу пока при ремонту крыши подрядчик здесь должен был завершить к 5 марта, но уже дошел до финала. Основные работы здесь практически такие же, как и на предыдущем объекте. А вот замечаний больше. «Меня не устраивает вентиляция чердачного помещения. Альраторов нет и вентиляционные решетки. Очень маленькие щелевые отверстия. Практически нет. В связи с этим тоже может образовываться наледь. Плохая вентиляция чердачного помещения». Подрядчик обещал устранить недостатки в течение одного дня. «Я как представитель комиссии, конечно, не согласен с приемкой этого объекта. Уж как решат члены комиссии, это уже их право». Всего в реестре фонда находятся около 7 тысяч многоквартирных домов. 5 тысяч на счете рекоператора. Из них 1144 дома ремонтируются с 2021 по 2023 год по краткосрочному плану. Виды работ разные. Кровли, фасады, инженерные сети и фундамент. Из более чем тысячи объектов плана текущего на сегодняшний день сделано около половины.